всем привет мы начинаем новый влог и он у нас и начинается как обычно с домашних хлопот у меня сегодня не первого нет ни второго нет к обеду поэтому надо готовить и быстренько я вчера на ночь сварила картошу картошку алёша сделал толчонку еще и вчера ночь начистила и порезала картошку для супа так что сейчас я буду варить сырный суп описание подробные рецепты сырного супа я оставлю в описании под этим видео ссылочку на рецепт это видео с сырным супом она будет моем канале вот так что варим суп здесь у меня жарится голени так что приступаем готовить голени мы с вами уже обжарили здесь у меня обжаривается морковка для супа здесь уже картошка варится в бульоне и еще в промежутках от свободного времени я умудряюсь мыть посуду так что у нас с вами идет процесс полным ходом все мы управились суп у нас сварен такая красота у нас получилось вообще люблю этот суп сырный суп на курином бульоне с вермишелью так что девочки кто будет кушать всем приятного аппетита и посуда у нас все чистая вся помытая так что вот так сейчас будем с дочи кушать смотрите что мне купил лёша поздоровайся подписчик всем привет какой ты лёша молодец это лёша нам с дочи купил запах просто как будто на из грядки снял непередаваемый запах вообще лёша спасибо сейчас я помою и наложу нам с дочи вкусненькой клубнички слышите на очень вкусно мы тут с дочи разделили я и в тарелочку наложила а сама решила из дуршлага есть чтобы всю посуду не пачкать но очень конечно вкусная наконец-то я появилась в кадре блин я очень люблю клубнику вообще очень-очень сладкая и вкус такой уже как садовая не знаю может садовая местная вряд ли наверно холодно мне кажется вам может только чести начала сусти ну очень вкусная вообще да сладкая хотя дочка у меня с сахаром ее ест лена ты с сахаром кушаешь и насыпал в чашечку сахар а в другую чашечку клубнику наложила вот она говорит что с сахаром ест очень вкусная для меня очень сладко да сладкая очень ешьте больше фруктов и ягод пока лето пока есть возможно вкуснятина мы продолжаем свой влог клубника вся съедена мной дочкой папа себе купил груши а кстати сейчас я вам покажу какие груши папа купил себе одну съел уже ну еще одна осталась вот такие он любит такие груши вот себе он груши купил а нам клубнику так что клубника мной и дочкой уже съедена и все и мы едем гулять а нам еще надо кое-что купить доча хотела заехать в аптеку и в читай города и в читай город она хочет взять себе картину по номерам потому что она решила что ее загруженность дипломной работой недостаточно нужно еще картина по номерам вот лишь что здорово себя но все поедем гулять забыл уж похвастаться вам своим луком у нас на улице не теплеет 18 сейчас 18 градусов поэтому я в брюках в кетах такой кофточки и в косухе потому что у нас совсем не теплеет мы сейчас приехали в знаменскую заставу называется богатырская застава мы здесь впервые я не знаю что здесь есть но все попробуем погуляем посмотрим я знаю что здесь многие дни рождения свои отмечают сейчас посмотрим написано знаменская застава и богатыри стоят три богатыря здесь вот беседочка есть но я поближе снимать не буду там люди отдыхают шашлыки жарят такая беседочка мы пойдем вот туда дальше вот сюда мы пойдем вот дошли мы до этого забора ух ничего себе тут царь пушка стоит телега а тут наверно дети проходят какие-то задания богатырские состязания а богатырские состязания поэтому по ходу дела стреляют или метают весь бодрым и видите парень обучает дед нам детей стрелять из лука какой молодец а это висельница наверное это наверное висельница тут все из дерева и лес здесь такой запах прям и птички поют вообще классно исторические походы на древний русский двенадцати весельные ладье ничего ж все а это мешки не знаю биттерна по этим мешкам надо а там внутри что лёш а склад я даже не знаю тут половина этого спортивного инвентаря тут из колес и бревен сделаны воины ну похоже воины прикольно придумали же ну папа у нас как всегда должен всех победить а все мы наверное уперлись закрыто тут а не вон выход тут вот воины самодельные и там тоже а те не на воинов похожи те на каких-то медвежат похожи смотрите ну конечно красиво вообще и пахнет прям лесом птички поют так красиво просто замечательно вообще тут что-то типа трибуна сделано классно вообще ну да это видимо трибуна потому что вот это какой-то а потешные бои тут вот манеж хорошо хорошо хоть дочка нам подсказывает что здесь проходят потешные бои а а богатыри за крепкую семью а детская крепость а здесь смотри закрыты ворота да ну а нам можно нам можно здесь ходить там вообще где мы ходим ну ладно на ругают по наверное это какие-то подсобные помещения наверное все направо да все вот через этот мостик надо идти о прям целый городок в лесу так не секс с к с с с с с поеводская прикольно вот там он мини зоопарк оплата 100 рублей и оплачивать надо в гостинице гостиница сзади нас потому что мы как-то не с центрального входа зашли с бокового сейчас мы пройдем вперед посмотрим что там и если что то вернемся заплатим гостинице 100 рублей сходим посмотрим зверюшек может быть они не такие плачевные как в орловском полесе смотрите какая лавочка дешево и сердито а как красиво вообще оказывается тут гостиница значит и люди приезжают отдыхают и всех этих животных посещают бесплатно по территории по этой гуляют это все как бы бесплатно вот такая беседка у нее тут смотрите голова сокол наверное да лёш или ястреб ничего так хорошая гостиница за городом правда находится но тем не менее воздух свежие птички поют гостиница вот она она из дерева такая территория хорошая ухоженная а в гостях у змей горыныча гостиница кстати называет посмотрите найдите сходите оплатить и лёш классно в гостях у змей горыныча с юмором люди гостиный двор написано люди с юмором назвали так гостиницы прикольно а здесь то как красиво смотрите тут прялки стоят какая красота да пойдем сходим ты хвост приступли как красиво тут иконы стоят ой гляньте какая картина правда я и не вижу дочь показал дым вообще как первобытные туда все из дерева вообще три богатыря а вот 4 потерялся 4 ты про папу так как три богатыря классно вообще сейчас мы заплатим и пойдем зверей посмотреть все из дерева и рецепшен из дерева вообще классно женщина в гостинице такая приветливая лена не хотела с нами те зверей смотреть она говорит о чем ты идти сходи уговорила короче елена с нами сходить я снимала она мне ни слова не сказала что зачем вы снимаете почему вы снимаете приветливая такая женщина всегда приятно с нормальными людьми общаться ну хотя в своей жизни я все уже встречаю больше хороших людей чем плохих а точнее в своей жизни я не знаю я вообще встречала плохих людей что я не помню раз не помню значит не встречала мне кажется моей жизни не встречались плохие люди но я постараюсь всех понять встать на их место обосновать их поступки да да я видел это я снимала лена говорит что крыша у кафе сделана и глава лебедя на это я видела да в моей жизни было плохих людей потому что я как хороший адвокат всегда всех защищаю и стараюсь обосновать их поступки да да я в своей жизни плохих людей не встречала в жизни понять и простить да да и слава богу что я не встречала плохих людей ой окажется тут родственники лёши меня подруга встретила лена говорит что это ее подруги она на меток смотри оля настя это вы девочки вы себя узнали лена сказала что это вы ну лень ведь не она же ваша подруга смотрите прям на дороге лежит заяц и никого не боится живой живой заяц видите ли уши шевелится алёша с леной всю жизнь мечтали завести дома кого енота но я им не разрешаю потому что у нас есть клёпа ли она просили руки не сувать в клетку и кормить запрещено не просовывайте пальцев в клетку к животным трогать к руками ск енотов и хорьков запрещено табличка висит но что они болеют или есть вероятность что вы его заразить а он тебя кажется он типа замуж зовет лена лёша он не хочет его трогал он трогает лена то посчитают его колечки потом целы будут а пальчики такие да как у человека видишь животное чувствует хороших людей больше будет лена он готов уйти с тобой домой и по расцветке он похож на нашу клёпу нет они похожи не на вику марахин не на лену мусину золотые фазаны кстати все животные ухоженные да ой вообще правда какой-то бархатный прям смотрите не бархатный плюшевый какой-то прям да как искусственный прям такой плюшевый приплюшевый он прячется он стесняется камеры да он ушами шевелил его мухи кусали он ушами шевелил на нос шевелится ты вон дышит видишь дай ему мордочку сниму тебе друг кажется он спит очень серьезный кролик гуляющий сам по себе а здесь кто а здесь никого не видно да сейчас сниму они все необычные расцветки и шерсть у них такая какая-то плюшевая на плюш похоже белка алтайская телеутка нет но это точно не белка это кролики сидеть в будке нет не вижу да но туда белка раз залезть залезть я белка как раз залезть да тут никого нету тут курочки петушки ну таким прям хорошие прокормленные такие а тут вот кто живет пустая и клетка пустая какой-то лазить не разговаривает не обращают на тебя внимание она вот это смотрит а а тот занят тут вижу принимает ванны лижется самец и самка алена на тебя обращают внимание самец оказывается да да но папа сказал что с рогами самец а без рогов самка то есть на тебя бишь мальчики обращать внимание а я все еще от енота не отхожу как наш клёпа лежит хвост весел лижется мне выключить камеру чтобы сказать кто это ой какой маленький хорек смотрите у него там мясо вы хорош такой маленький а там курица у кого-то да у него что-то на шее кстати рамка какая-то на шее у него видишь это взорвился да да мужчина вот его обидел так у них вроде своей клетки у каждого фиг узнать может он убежал и шланг как вот лена ты не хотела идти тут никого нет на без а вот птица обыкновенная пустелька я понял засмотрю и у меня кстати тоже кусок мяса лежит смотри свежий кусок мяса как это хищники а здесь кто а конюк крупная хищная вешалки смотрит только на меня скажет чё ты меня снимаешь да я как смотрит на меня глазище прям как у меня а лена там уже все замуж вышла за енота тут уже смотрите утка появилась лена вы договоритесь я уверена лена смотри какие здесь большие кролики какие крупные прям кролики не такое лицо широкое посмотрите какие крупные прям обалдеть ничего все очень крупные да у них прям лица такие широкие для кролики а тут утки ухо какие маленькие кролички мама с крольчатками они смотри по парам живут да они вон внизу их много живет а тут вот двое живут хорошие такие кстати очень ухоженные животные такие кролички маленькие ну как я могла ослабить ой он в угол стал сам себя наказал что ли что-то ему не нравится может он в тенечек холодной стенке прижался весь мокрый какой-то да а сосед стоит в клетке лишь кто это гуси да тут курочки петушки курочки петушки а вот эти серенькие кто это лишь фазанчики думаешь такой окрас интересный у них вот сосликом что-то не так его кто-то наказал он стоит в углу или от солнышка прячется я не пойму а вот там смотри кто-то живет вон там ты не видишь в клетке он кто сидит не видно это овцы одни папа торчет вот девчонки видите вот они папа 2 торчат не мне в камеру не видно третьего не видно ты боже мой аху да а ноги тонкие но прям как лена наша изящная ну вот лена не хотела с нами идти а теперь хочет свинотом остаться а домой не поедем сегодня пятница ты к насте собиралась гляньте как кролик лежит как кот у нас лапы раскидал глянь задние на передних лежит мордочка так они всю жизнь так живут кролики зато у них самоочищающие клетки видишь да все это дерьмо вниз уходит а что он делает лена а этот хорек такой интересная он тебе показывает что он здоров зубы свои показалось я но что он чем-то болит не надо потому что вот у харька вечно спине что-то я не знаю лучше не трогать их руками он обиделся на тебя мы ж не знаем животных я тут лень ой боже мой руки тянет к ней лень за волосы за волосы хочет и наверное ухватить и в клетку затащил вот так лена застрял мальчик из-за тебя я не пойму я сегодня уйду без мужа и дочки или мы уйдем сегодня с енотом кролик сел по-другому мы уйдем сегодня с енотом или я уйду без дочки и мужа вы еще не решили чтобы не хватает у меня вот ролик моется саллику ласковый да вообще всего все ты тоже остаешься прощайтесь все пока 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 девочки лена сказала пока девочки прощается с подружаками посмотрите она сейчас расплачется у тебя есть клёпа лен лена он за тобой бежит да смотри он лезет все через крышу за тобой лена лёш уводи ленку скорее ты же домой с енотом придем маме ты нужна папе ты нужна ой очень хорошо мы сходили мне очень понравилось зверюшки все ласковые добрые ручки тянут подходят ну кроме ослика ослик что-то сам себя наказал мне очень понравилось вообще хорошо что мы сюда съездили сходили погуляли и воздух свежий конечно запах такой тут все из дерева в лесу шикарно и животные конечно да животные ухоженные очень не так как в орловском полесье тебя понравилось ли в орловском полесье конечно больше животных там цена 300 рублей но животные очень замученные такие а здесь прям такие добродушные хорошие животные ручные ласковые лена прям вообще идет и плачет без енота лена спроси в гостинице может ему больше требуется ты устроишься на работу и будешь хайки ноту говорит но только сначала над диплом сдать написать ну все поедете дальше и вся эта вот богатырская застава она находится за таким забором за деревянным здесь вот церковь лёша говорит что тут даже батюшка есть мы вышли вот оттуда но подальше чем вот эта калитка оттуда вышли там гостиница вход в гостиницу центральный красиво надышали свежим воздухом а то мы когда приехали вышли из машины дочь и говорит глава кружится ну конечно диплом все время писать хорошо здесь пока трамвай далеко хотела вам сказать а он уже близко сейчас проедет он у нас есть центре города сквер танкистов а сейчас мы как бы находимся за грином почти на знаменке тут рядом мы были на знаменской заставе и решили заехать вот в этот сквер танкистов раньше тут не облагорожено было просто танк был и вечный огонь а сейчас я смотрю этот сквер тоже облагородили поставили лавочки ухожено так и вечный огонь сейчас поближе подойду так красиво здесь лавочка урна надеюсь эти урна кто-нибудь выносит а иначе есть перед мусор это же птички поют на это в лесу за городом получается тоже сквер танкистов вечный огонь но липы еще не цветут будем собирать с вами липу на чай а я помолвиться собирала а в прошлом году мне давали привозили я в прошлом году не собирала мне мяту давали или подавали и чабрец вам не давали вот так здесь красиво танкистам фран фрунзенцам танкистам фрунзенцам память о героических подвигах вот так как здесь красиво вот на той табличке что не вижу что написано ты видишь что написано нет что еще расскажи героем ордена носа ордена красного знамени танкистам училища имени фрунзе вот так ну все пойдемте обратно мы сейчас green приехали в торговый центр лена хочет зайти сюда читай город магазин а мы наверное в леонардо зайдем смотрите у нас есть как бы такой памятник я точно не помню но если я не ошибаюсь то это памятник предпринимателю и он тащит вот такие мешки и на них написано бюрократия налоги согласование коррупция кредиты лицензия вот такой вот у нас памятник бедный предприниматель оригинально кстати сделано и стопроцентная правда здесь конечно так много людей сели пятницы и рабочий день уже закончился я хотела вам показать интимиссия тут есть мы на экскалаторе едем на второй этаж остин тут вот адидас тут тоже кстати остин там буфчанка зола тут спортмастер ну тут конечно очень много магазинов здесь можно все купить абсолютно все и для дома и для себя ну вот читай город идем хочу показать у нас тут каток я не знаю он работает сейчас в летнее время или нет и кинотеатр вот по этому коридорчику мы идем и с правой стороны у нас каток а налево будут вход в кинотеатры ну да каток не работает никого нету а видите они на лето убрали лед и сделали картинг на машинках можно ездить видите машинки детские и тут типа гоночной площадке а так вообще зимой вот здесь каток большая такая территория музыка играет подсветка красиво ну я вам зимой покажу здесь на большой ряд кафешечек и вот в конце и вот в конце когда проходишь все эти кафешечки налево там начинается несколько залов кинотеатр начинается это вот прямо напротив читай города вот видите тут у нас фоем или магазин или фамилия как ее тут называют фамилия но мы ни разу в нем не были как-то не зашло алиэлем блокнот себе купила хотела картину по номерам итоге блокнот купила белорусский текстиль а как блокнот называется сегодня или никогда а сейчас я вам покажу лёшка держи тут такая вот такой блокнот начни что-то делать и внутри как бы задание вот надо выполнять задание так что вот так а это мы уже в леонардо пришли пойдем посмотрим пряжу вышли мы из магазина ничего мы не купили цены я вам хочу сказать тут колоссальные в леонардо в обычном другом магазине в городе можно и алмазную мозаику купить в два с половиной раза дешевле и пряжу можно купить в два раза дешевле так что цены тут вообще не айс ну все мы наверно идем в машине а Лена еще хотела в аптеку зайти сейчас в аптеку зайдем и пойдем в машину на выходе из Грина мы решили взять кофе с собой вкусный кофе мы с Алексеем уже как-то брали я лата брала а он по моему капучино сейчас поедем на мой космообслуживание Леша будет мыть машину потому что ему на работе надо пройти фотоконтроль да фотоконтроль так что поедем сейчас на мойку Леша будет мыть машину а мы с вами наблюдать а Таня будет помогать нет нет мы будем наблюдать за качеством мойки какие вы хитрые дамы да мы такие смотрите мойка самообслуживание находится практически около пруда это вот недалеко от нашего дома я вам уже показывала этот пруд мы как-то ходили гуляли здесь через щекотихинский лес вот теперь как бы вы увидите пруд с другой стороны люди отдыхают но это из-за того что солнышко если бы конечно солнышка не было было бы пипец как холодно потому что вот я выходила из дома вечером когда Леша с работы приехал было всего 19 градусов вот рыбаки тут на пруду вот и Леша наш уже денежку закладывает красивый все-таки у нас город зеленый не каждый город может похвастаться такой зеленью и вот представьте мы находимся как бы не на окраине города не в самом конечно центре но и на окраине города здесь вот у нас центральная улица ну у нас везде в городе вот так вот зелено везде можно просто по улицам идти и здесь все будет зелень везде скверы аллеи все в зелени о машины пену наносит а наш лёша уже второй раз водой мой хочу на такой красивой картинке закончить свой влог сказать вам всем спасибо за то что вы меня смотрите на то что ставите лайки пишите комментарии большое вам спасибо если вы еще не подписаны на мой канал подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео всем спасибо пока пока